Что будет, если я буду покупать энергетики в противогазе? Не толкайте меня, пожалуйста. Чего толкаете меня? Я выберешь корону. Всем привет, с вами Инферниус и... Всем привет, с вами Инферниус и это мое новое видео. В этом видеоролике мы попробуем посмотреть на реакцию продавцов в различных продуктовых магазинах. Я на ютубе такого еще не видел. Мне давным-давно пришла идея, что будет, если я буду покупать энергетики в противогазе. Как вы знаете, в области энергетики продают только с 18 лет. Паспорт у меня с собой есть, но вся суть в том, что на голове у меня будет одет противогаз. Как вы, наверное, понимаете, я рассчитываю посмотреть какую-то неадекватную реакцию кассиров или работников магазина, потому что с таким они сталкиваются точно впервые. Поэтому я прошу вас поддержать это видео своим лайком, написать комментарий и поделиться им со всеми своими друзьями, с которыми вы только можете. Кстати, в конце видеоролика я проведу конкурс на противогаз, поэтому если ты хочешь противогаз с моим автографом, смотри это видео полностью и досмотри до конца, там будут условия конкурса. А еще надо заниматься спортом и сидеть дома, и самоизолироваться. Также я подготовил небольшие ништяки. Я хочу немножко очистить свою карму, потому что сегодня, скорее всего, будет какой-то неадекватный пиздец. Поэтому я приготовил вот такие вот наборы из пары перчаток и масок. И попробую их раздать каким-нибудь пожилым бабушкам, потому что вы знаете, сколько сейчас стоят маски. Я не знаю, нормально ли меня сейчас слышат, но у меня, в принципе, микрофон. Надеюсь, что все хорошо. Вы, наверное, сами понимаете, как сложно снимать вот такие вот видеоролики, когда нужно взаимодействовать не с заброшкой и просто по ней ходить, а напрямую контактировать с живыми людьми, которые могут тебе нанести как моральный ущерб, так и физический. Поэтому я прошу каждого, чтобы вы проявили максимальный актив под этим видео. И если тут будет хорошая активность, то я буду дальше продолжать снимать вот такие социальные ролики. Просто ставьте лайк, пишите комментарии, а мы направляемся сейчас в первый магазин. Я буду, кстати, рассказывать вкратце про магазины, в которые мы будем посещать, потому что про них есть что рассказать. Погнали! Первый магазин, в который мы направляемся, называется Бористоль. Там продается очень плохая продукция. Вот. И в этом магазине ранее я пытался уже купить энергетик. Раньше здесь был небольшой продуктовый магазинчик, но, как вы понимаете, его закрыли, и открыли сетевой магазин, как это, в принципе, у нас и происходит со всеми маленькими магазинами. Вот так непримечательно он выглядит со стороны. Сейчас мы облачимся в противогаз, выдадим Кириллу вторую камеру, и будем заходить и пытаться купить энергетический напиток. Как и ополагается по нормам какого-то там санэпид-надзора, надеваем перчатки. Как поварские какие-то. Кстати, в противогазе я выкрутил вот тут вот фильтр, чтобы меня было хоть немножко слышно, потому что звук передачи в противогазе немножко нарушено. Ты на Москву будешь? Я не знаю. Чел, не надо. Блять, что-то ровно. Меня слышно? Серьезно. Ну, петличка не помешает. Нет, серьезно, меня слышно? Слышно. Так, Кирилл, одевай перчатки, включай вторую камеру. Ну, моя личная цель сегодня проверить просто, будут ли продавать в противогазе или нет. Может, реально, типа, продадут, тогда мы просто уйдем из этого магазина. Ну и пойдем дальше. Да, у нас много магазинов сегодня. В планах. Кирилл, ты не можешь перчаток надеть. Кирилл, главное, не красней. Головный не умереть от смеха. Здрасте, вы работаете? Можно мне энергетик? Может, это его надо взять? Да. Какой бы энергетик нам выбрать? Тут очень много. Возьмем самый дешевый флэш. Нормальный закуп. Вот, как можете видеть, тут специальные такие объявления, что все должны быть в масках. Но мы пошли дальше и надели противогаз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебе энергетику купить? Здравствуйте. Можно вам вручить небольшой подарок? За что? За красивые глаза. Вот, возьмите. Спасибо. Ну, дай ему тебе здоровья. Спасибо. И вам тоже. Все, не болейте. Хороший счастье. Вам тоже. А это что, температура? Это температура, да. Давайте я вам проверю. Ну, провери. 36,6. Нормально. А у вас? 36,7. Спасибо. До свидания. До свидания. Я сейчас снимаю. Итак, мы вам принесли пиво. Держите. Я тоже отпустил. Я пойму, что это вы. Не знаю. Что вы хотите, чтобы я снял свое средство защиты? А вы вправе требовать у меня, чтобы я снимал свое средство защиты? Я вам показываю документы. Ну, вызывайте сотрудников полиции. С полицией сниму. Вызывайте? Нет, вы вызывайте. Вы меня отказываете обслуживание? Я пойду еще один возьму. Как вы могли видеть, нам отказали в обслуживании. Чего делать, они не имеют права. А ты что пришел? Блин, дальше будет весел. Там еще много магазинов. Нормально все. Нет, вы посмотрите. Вот вы хотите, чтобы я снял свое средство защиты. Во-первых, у вас открыт нос. Вы так вообще не должны стоять. Ну, я снимаю свое средство защиты, а вдруг я от вас чем-то заражусь. Вы находитесь в непосредственном контакте с большим скоплением людей. Я согласна. Но это не мы придумали эти правила. Ну, а где-нибудь прописано, что я должен снимать противогаз, когда показываю паспорт. Ну, как мы должны удостовериться? Ну, по мне не видно, что мне не 17 лет. Нет, по-моему, не видно. Я вам паспорт показываю, а с собой по-вашему, то скажем, фальшивые документы? Я говорю, где это? Видно, что это вы. Это мой документ. У нас даже не видно ничего. Это мой документ? Ну, молодой человек, давайте с вами поговорим. У нас тоже, это же не мы придумываем правила. Ну, так продайте мне. Ну, пока продать можно, если вы не снимаете свою маску. А зачем снимать маску? В чем смысл? В том смысл посмотреть на ваш паспорт. У вас, кстати, что-то с маской случилось. А у меня и сзади он зеленый все сел, а не туда. Ладно. Потому что у них тоже обязанность в том, что малолетним и детям не продаются. Вообще тут написано, что не рекомендуется. Это областной закон. Областной закон. По закону... А я с Москвы приехал. У них только вот в Москве и покупайте тогда, если вам отпускать. Ну, хорошо. Но вы не имеете права мне отказывать во обслуживании. Почему? Во обслуживании? Нет. Вы можете мне продать? Нет, я могу сейчас снять противогаз, но вы должны тогда будете подтвердить, что если я заражусь, то вы будете нести ответственность за меня. Хорошо. Все, вы будете нести ответственность за меня. Мышлой уже больный. Есть справка о том, что у вас нет... А у вас есть? У меня есть. У нас есть, мы работаем. А я защищен. Вот, а вдруг вы заразитесь от меня? Вы хотите... Вы хотите... У меня не стоит такого диагноза. Я не должен сидеть дома. Ну, а вы хотели тогда? Получается, вы хотите, чтобы я снял сейчас свое средство защиты, тем самым подвергнув опасности вас. Хочу, я снимаю? Снимайте. Вы хотите эту? Мы вам не наказываем товар, вы хотите купить. Если вы хотите купить, снимайте. Ну, вы хотите что... Мы не вставляем покупать, правильно? Вот, снял. Видите, татуировка. И дату, татуировка. Все, продавайте мне энергетику. Вот, я с 13-й татуировку. Вот, что еще, Тарас? Вот, я вам показываю свой паспорт. Вы можете мне продать энергетик, пожалуйста. Давайте, не устраивай. А то что? Да ничего, просто надо оплатить, и все, и мы... Я и хочу приобрести товар. Приобретай. Приобретаю. Вы на мясо не повышайте голос? Ждите, стойте в очереди. Молодой человек. От вас пахнет алкоголем. Держите дистанцию социальную от меня. А, вот, видал? Да, вот, все правильно. И, кстати, ваш товар тут все, я могу купить? Да. По карте. Я уже закончил медицинское, 4 курса. Зачем? Ну, ладно, не оставили. Телефон не осталось? Нет, не было. Спасибо, до свидания. Будьте добрее к людям, пожалуйста. Там мужчина что-то на меня как-то озлобился не по-детски. Скорее всего, он сейчас выйдет и может попытаться мне сломать лицо. На этот случай у нас с собой припасен перцовый баллон для собак или от собак. Дальше мы направляемся в магазин «Магнит». Вы, наверное, все его знаете. Там получилось самое эпичное видео за все время съемок, которое набрало полмиллиона просмотров. И сейчас мы направляемся туда, чтобы посмотреть, изменилось ли там что-то или все так же по-прежнему. Оборачиваемся назад. Нет, вы просто видели, ко мне подходит мужчина с ярким запахом алкоголя и начинает прямо на меня бычить. У меня чуть глаза не заслезились от этого перегара, если честно. На самом деле, мне так не хочется идти в «Магнит», потому что я их уже и так потрепал им нервы. И сейчас снова. Короче, первый магазин, куча какой-то неадекватной реакции. Я думаю, это заслуживает вашего лайка. И сейчас мы подготовимся и идем в следующий. Всеми вами известны, кто, кстати, не смотрел видео, как я тут покупал энергетик, мне его не продавали. Можете по подсказке тыкнуть и посмотреть. Мне еще в этом городе жить. Посмотрим, что нас ожидает здесь. Маска и перчатки. Ну, спасибо. Бесплатно, да? Ну, да. Ну, спасибо. Что можете сказать вообще насчет цен сейчас в аптеках? Да я вообще только хожу. Мазь брала и ремонт один. Нормальные. Нет, я имею в виду на маске и перчатки. Я не брала. А, не брали? Не брала. Нет, потому что были дома. Удачи вам. И вам, пожалуйста, праздники. Вас тоже. А с каким? Я не знаю. Что? В Веснесении сегодняшнего. Христа? Конечно. А, ну... А седьмого троица. А сегодня еще день пограничника. День пограничника. А день... У нас вкусня пограничника. Не, у нас... Позитивная бабушка нам попалась. Или женщина, я не знаю. Я просто слепой. А где энергетик-то? Вон. Ой, прям так приятно. Знаете, такую мелочь подарил. Он мне просто, как вы знаете, наверное, все в медицине работают. Поэтому вот такой вот небольшой подгончик я собрал. Видите, людям приятно. Еще все удивляются, типа, бесплатно или нет. Сейчас я вам покажу один такой набор подробно. Ну вот я тут, короче, упаковал перчатки. Естественно, все это делал я в чистых перчатках. Все тут, наверное, стерильно или нет. Ну, короче, вот так вот выглядит. Набор выживания в 21 веке. Сейчас 21 век же. Я даже не знаю, какой сегодня недель. А вот ты на лжи попался только что. Ты мне написал, что я в четверг приеду. Вот. Врун, лицемер, и кое-кто еще. Да-да-да. Так что, надеюсь, вы поддержите это видео своим лайком. Потому что мне было бы приятно увидеть от вас положительную отдачу. Да в смысле? Они что, решили это, анти-меня поставить? Больше не продают энергетики? Они установили систему анти-блогер и перестали продавать энергетики в своем магазине. Это ужасно. Это дорогой какой-то. Ну, слушай, вон. А, кстати, точно. Вышел новый энергетик. Кола Энерджи. Я, кстати, его не пробовал. Поэтому попробуем. А вдруг они подумают, что это кола? А ты можешь сказать, на кассе, типа, издали, это же энергетика, а не кола? Да. Может, все-таки, может, посмотрим все-таки где-то? Что посмотрим? Может, продается где-то энергетик? Мне кажется, что они просто сейчас подумают, что это обычная кола и продадут ее. Да. На ней Энерджи написано. Ну и что? Страик. Рива, это точно энергетик? Да. Здрасте. Все. Документы? Да. Да я же вас не везу. Да. Маску тут взять нельзя. По глазу мы не определимся. Видите, пожалуйста. В смысле? На каком основании? По глазам мы не можем вам... Ну чего же вы так? Это же кола, посмотрите. Посмотрите внимательно. Это же не в глазах твоей. Ну продайте мне, вы же меня знаете. Да. Почему вы так меня огорчаете? Вот, я вам показываю документы. Снимите, пожалуйста, маску, с магазин. А как я могу снять маску? А вдруг я заражусь или кого-то подвергну опасности? Вы можете сходить в такой магазин. А в другом магазине тоже говорят снять. Я хочу купить, вот, попить колу. В другом магазине. Ну, скажите, на каком основании я должен снять маску? Нет, я... На каком? На основании то, что личность, они же должны вдруг... Вот, у меня документы. Я же не буду с тобой носить документы другого человека. А вдруг вы взяли брата? Старшего? В общем, нам тут не продали. Я думал, что магнит изменился с моего последнего посещения его. Но, к сожалению, нет. Поэтому мы пойдем еще за одной банкой колы. И снова будем пытаться ее купить. Опять в очереди стоять. Мы могли там же... Ты мог снять ее. Серьезно, а? Меня тут должен знать весь магазин. Типа, тут даже те же самые работники, которые были в последний раз. И при этом... Почему-то никто меня не помнит. Ну, мне кажется, помнит. Да, конечно, помнит. Просто хочет еще 500 тысяч просмотров, чтобы сделать новый ремонт. Ну, ты вообще это сделали уже. Сейчас мы снова будем снимать с себя противогаз. И подвергать опасности людей. Хотя здесь же стоит специальный щит. Поэтому, если я сниму противогаз, я, наверное, никого не заражу. А дальше нас ждет самый интересный магазин. Дикси. Где продают гнилые помидоры. Я могу снять противогаз. Но вы отдаете отчет в том, что вы сейчас просите у меня снять средства моей индивидуальной защиты. В общественном месте. Я вас не слышу. Можно, пожалуйста, погромче? Если вдруг будет штраф, как вы на это смотрите? Я на это никак не смотрю. Я хочу, чтобы вы как-то законно обосновали требования снять с меня противогаз. Ну, вот такой вот маку, а здесь тогда и покупайте. Я не хочу, я боюсь. Это же не защищает. Давайте, все, я снял противогаз. Продавайте мне. Еще раз паспорт. Вот, татуировка даже на лице. Видите? А, год. Все, спасибо. Да не, так неинтересно. До свидания. Да не нужен. Мы посетили уже два магазина, и в обоих из них нас заставили все-таки снять противогаз. И мне интересно, получится ли у нас за сегодняшний день в одном из магазинов, которые у нас еще остались, все-таки купить энергетик, не снимая противогаз. Мы сейчас будем дегустировать новый энергетик со вкусом коуы. Че у меня че-то? Говно. Аналогичный говно. Он как чупа-чупс. Пососи его. Здравствуйте, вы про меня говорите? Конечно, пошли бы на завод поработали. Зачем? Действительно, если можно вот так походить, людей попугать. Я никого не пугаю, я просто защищаюсь. Конечно. От чего? От коровьего вируса. А-а-а, понятно. Удачи. Хорошо, удачи на заводе. Так. А? Неприятно. Что? Погнали. Что неприятно? Зачем ты оскорбляешь людей? В смысле? Мне сказали, в самом единый завод работаю уже. Ну ладно, какова паспорт. Если нам сейчас продадут энергетик и не спросят паспорт, то это будет просто феерично. Здравствуйте. Прошу, конечно. Вы что, энергетик пьете? На рабочем месте? У меня паспорт, мне 50 лет. Ага, у меня тоже паспорт. Мне хочется посмотреть ваш паспорт. Сейчас я вам покажу. Честно, вы нас удивили. Чем? Когда отменят закон по Московской области, тогда я не буду паспорт. Не-не-не. Мы же магазины посетили. Мне позволяет везде снимать противогаз. Вот. Ну и что мне сейчас сделать? Нет, вы все хорошо сделали. Поэтому дикция прошла проверку. Я год увидела и я надеюсь, это ваш паспорт. Ну да, я тоже так говорил. Я же не буду чужие документы носить. Я же не думаю, что вы чужой паспорт поносите. Все. Спасибо, удачи вам. И вам. Салон. Почему? А, стоп. А можно чек, пожалуйста, или вы выкинули уже? Нет. Нет, спасибо. Вы просто вдумайтесь. Магазин, на который у нас были самые большие надежды, оказался самым адекватным. Ну, блин, это обидно сейчас будет. Поэтому теперь мы идем в этот, слышь, в атаку. Я мужику должен за пиво покушать. А, блядь, может как, блядь. А еще раз. А вон там мужик сидит и смотрит, а мы ему пиво обещали. Нам идти за пивом теперь. Ну, слушай, там очереди пока нет, поэтому давай попустим. Блин, просто такой, это, флешбэк. Выходим, угораем, и там мужик такой взглядом на нас палит. Мне пришла гениальная идея. Можешь сейчас взять тому мужику и купить вот это. Давай. Безвукогольное. Давай. Давай. Произошел троллинг. Мне кажется, он будет не очень. Зато реакцию просто смотрим. По-моему, мы все сделали правильно. Мы против алкоголя, лично я против алкоголя, поэтому сейчас мужчине, мы не отказали ему в просьбе, мы купили ему пиво, правда, безалкогольное. Ребята, это ноль. В смысле? Что это значит? Безалкогольное. Ну так мы же за здоровый образ жизни. Ну их елки, конечно, больно. Вы не будете это пить? Хочу так. Выкидывайте тогда. Мы последние деньги потратили. Да ладно, оставьте, знаешь, что выпить. Давайте, удачи вам. Давайте кулачок. Померим вашу температуру. До свидания. 36,6. 36,6. Короче, я не знаю, мне на самом деле очень сильно понравилось то, что мы отсняли. Такая положительная реакция у бабушек, вообще просто бесценная. Ой, не знаю. Мы, наверное, будем сегодня целый день ходить и над этим умиляться. Я не знаю, как сказать, угорать это слишком жестко. Поэтому сейчас мы направляемся с кучей энергетиков в атак. Чтобы прям под камерой вот так вот. А, слышь? Магазин, где я живу. Слышь? А может один из энергетиков, типа возьму с полки, прям разорву вот так вот под камерой, чтобы он так разлился. Как Станин Ворецкий. С зубами, да. Типа мы заставили меня снять противогаз. Такой снимали. Да. У меня будет мощный чел. Поэтому не переключайтесь. Дальше вас ждет, надеюсь, что что-нибудь интересное. И, естественно, конкурс на противогаз от меня с моим автографом. Поэтому смотрите до конца. Ладно, подписчики, покажу вам котика. Посмотрите, какой он. Чудесный. Мне его плохо. Котик, что с тобой? Ты выпил балтику на левку? У тебя аллергия. Иди под свет, Кирилл, так не фотогигиенично. Вот так вот. Посмотрите, какой чудесный черный. Да, теперь у меня... Когда я, кстати, последний раз был тут, он меня не очень сильно дружелюбно принимал. И когда я покрасил волосы в черный цвет, видите, как он ласкается под моей рукой? За котика лайк. Смотрите на его глаза. Да что ты здесь издеваешься? Ну, откуда мы? Зачем? Я не издеваюсь. Ну, давай. А сейчас я вам покажу паспорт Кирилла, кстати. Да, нет! Ребята, кстати, вы хотите, чтобы я потерял свой паспорт? Я опять с временной справкой покупал энергетики уже в третий раз. И противообязь! Пока не закончилась самоизоляция, набираем под этим видео 3000 лайков, и я теряю свой паспорт. Все граждане при посещении объекта Тарголи обязаны использовать средство индивидуальной защиты. Как меня вверны пустили? Не толкайте меня, пожалуйста. Чего толкаете меня? А какие вы в сторону? Держите дистанцию. В атаке нам тоже на удивление продали. Типа не заставляли снимать противогаз. Я не знаю, по каким критериям они выбирают, заставлять или не заставлять. Единственное, что в этом магазине, это борзый охранник. Но если это видео наберет нормальное количество просмотров, то я что-нибудь придумаю и расквитаюсь с ним. Паспорт, молодой человек. Надо мне снимать. 55 рублей. И фикс прайс тоже прошел тест и продал, не заставляя снимать меня противогаз. Ставим лайк. Сейчас мы выйдем на улицу, наконец-то. Я сниму его с себя. И мы подведем небольшие итоги. И расскажем про конкурс. Про конкурс. На противогаз. В парке мы можем рассказать. Да, пошли в парк. А он закрыт, но... Настало время подвести итоги. Для начала составим топ от самого плохого до самого хорошего магазина. Самый плохой, я думаю, все согласятся. Это первый. Бристоль. Куда мы заходили, там какая-то максимально неадекватная реакция в мою сторону началась. Дальше идет, ну как по нарастающей. Магнит. В магните тоже, к сожалению, не исправились. И все продолжают гнуть свою линию. На самом деле, с таким кассиры сталкиваются впервые, я уверен. Ну и дальше все нормально как бы проходило, потому что меня не заставляли снимать противогаз. И, как можете видеть, продавали прямо в противогазе. Просто посмотрел мои документы. За этим, конечно, большой респект. Не знаю, хорошо это или плохо. Это вы напишите в комментарии. Как вы считаете, кто делает правильно? Те кассиры, которые просят снять противогаз, чтобы идентифицировать твое лицо, либо те, которые не просят? Я, если честно, сам не знаю. И мне просто было нужно снять видео и воплотить свою идею вживую. Сейчас посмотрим, сколько у нас за сегодня энергетиков получилось. Один ты выпил, да? Угу. Колу. У нас же только пять, четыре, да? А, нет. А, мы же на подставу себе. На что? Мы же хотели это, пранк заснять, так скажем. Какой? Ну, когда мы покупали еще один энергоз. А, ну, не получилось. Типа, нигде не докапывались. Ну, да. Мы снимем это в следующем видео, если вы прямо сейчас поставите свой лайк. Короче, получилось у нас вот столько энергетиков. Огромное хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал и помогал материально на съемку этого видеоролика на моих стримах. Кто хочет поддержать канал финансово, то реквизиты все будут в описании. Можете скинуть свою копеечку, а я вас отблагодарю. Кстати, сейчас я вам буду рассказывать уже про конкурс, как вы можете получить противогаз от меня с моим автографом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Смотрим условия конкурса. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока. Итак, приступим к условиям конкурса. Вы можете выиграть вот такой вот новый противогаз, ГП-5, прямо с завода, выполнив всего несколько условий. Первое условие. Быть подписанным на мой инстаграм, ссылка, которая будет в описании, а также название на экране. Это первое. Второе. Написать «хочу противогаз» под последней фотографией в профиле моего инстаграма. И третий пункт. Выложить, как вы смотрите вот это вот видео к себе в историю в инстаграм, либо куда-нибудь и отметить мой инстаграм. Из всех этих людей, кто это сделает, три пункта. Я вам еще в описании распишу их по пунктам. Я случайным образом выберу в генераторе чисел какое-то число. И участник, который будет под этим числом, тот он и получит этот противогаз. Короче, отправлю я его почтой. Поэтому участвуйте в конкурсе, помогайте в продвижении моего видеоролика. И получайте вот такое вот. Одините, ваша мама вас не узнает. Или папа. Давай на стриме разыграем. У меня еще много, еще успеем разыграть. Всем спасибо за просмотр. Всем... Занырни туда.